Время играет на нервах. Из-за задержки конвоя приговор бывшему сотруднику областного правительства оглашать начали с задержкой. Родным чиновника пришлось понервничать. Пока ничего не буду говорить девушке. Не надо ничего снимать. Дмитрий Козлачков, первый заместитель министра по спорту, публичное лицо, представитель власти. Поэтому его знакомый Владислав Большаков предложил ему поучаствовать в афере. Злоумышленники хотели обмануть поставщика спортивного оборудования. Требовали 4,5 миллиона рублей за содействие в получении бюджетных денег. Оба задержаны с поличным. Оконченным преступлением считается момент получения и полного распоряжения денежными средствами полученными. Так как лица были задержаны непосредственно на месте совершения преступления после непосредственно получения денежных средств. Соответственно распорядиться они ими не успели. Действия были в ходе следствия квалифицированы за покушение совершения мошенничества в особо крупном размере. За покушение на мошенничество группы лиц по предварительному сговору сторона обвинения просила 4 года лишения свободы каждому. И Дмитрий Козлачков, и Владислав Большаков раскаялись, сотрудничали со следствием и признали свою вину. Козлачкова Дмитрия Владимировича признать виновным совершение преступления предусмотрено частью 3 статьи 30 части 1459 уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без штрафа. Суд в полном объеме согласился с позицией обвинения по квалификации действий, по объему предложенного обвинения и все доводы обвинения, которые мы предлагали в прениях, они объективно нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, подтверждены доказательными исследованиями в судебном заседании и суд эту позицию заложил в основу обвинительного приговора. За коррупционное преступление по закону Дмитрию Козлачкову положен штраф. Его сумму, как чиновнику, могли увеличить в несколько раз. Но судья посчитала, что полученными средствами подсудимые не успели распорядиться и поэтому назначила только срок лишения свободы. Хотя сторона обвинения, возможно, с этим не согласится, проверит законность такого решения и подаст на апелляцию. Екатерина Савина, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.